В Брестской городской больнице скорой помощи праздники не повод для отдыха. В новогоднюю ночь зафиксировано 14 обращений граждан. По словам главного врача Вадима Головко, это стандартные цифры и для будних дней. Стоит отметить, что хирургическое отделение трудилось больше всех. К ним поступило два человека с ножевыми ранениями, которых удачно прооперировали. В целом больница работала как обычно. То есть, к счастью, больших происшествий, проблем, травм не было. Единственное, как всегда бывает, после праздников, после нарушения диеты нашими гражданами, попадают с такими хирургическими острыми болезнями, больше становятся как панкреатит. Поэтому соблюдайте диету, не злоупотребляйте. Хирургическое отделение напряженно трудилось в новогоднюю ночь, когда к вечеру поступило два ножевых ранения, пришлось оперировать. Больше криминальных происшествий по линии УВД в новогоднюю ночь не зафиксировано. В то же время сотрудники госавтоинспекции в период с 1 по 2 января на дорогах области выявили 984 нарушения правил дорожного движения. К административной ответственности привлечены 279 пешеходов, 85 в алкогольном состоянии и 76 без светоотражающих элементов. В области зафиксированы 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 8 пострадало. Причина гибели – отсутствие светоотражающих элементов. Произошло ДТП 1 января около 18 часов на 19-м километре автодороги Р-94 Брестского района. По предварительной информации, 23-летний житель областного центра за рулем автомобиля «Фольксваген» совершил наезд на 48-летнего местного жителя, который двигался по краю проезжей части, не обозначив себя светоозвращающими элементами. От полученной травм пешеход скачался на месте происшествия. Сотрудникам Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям также пришлось трудиться под залпы салютов. В Бресте в новогоднюю ночь зафиксирован один пожар. Стоит также отметить, что ни травм, ни ущерба в новогоднюю ночь по причине использования пиротехники не зафиксировано. На сегодняшний день в Бресте уже произошло два пожара, в результате которых погиб один человек. Берегите себя!